Мальчик 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 Коля внимательно смотрит, но старик не предлагает. В мое время все мальчики носили так называемую школьную форму. Она состояла из пиджачка. Ты знаешь, что такое пиджачок? Представляю. Коля смотрит на тумбочки. А у тебя разве пиджачок? Совершенно очевидно, что его шили сегодня, и при том люди, которые не имеют никакого представления о том, что было сто лет назад. Старик уже доел мороженое, поднял свой велосипед, взгромоздился на него. А вы откуда знаете? Старик объехал Колю вокруг. Мне 130 лет. Неужели не видно? Я бы вам 60 дал, не больше. Такой молодой, а уже истец. Тебе куда? Мне на Пушкинскую. Прекрасно. Поехали. Старик развернулся в сторону Пушкинской. Коля пошел рядом. Неужели я так молодо выгляжу? А что причиной? Спорт. А вы какую школу кончали? 59-ю. На Староконюшеном. А я в 26-й учусь. На Метростроевской. Do you speak English? Yes. I do. А ты как учишься? Когда как? Задают много. А мне правнуки говорили, что теперь ничего не задают. Да, говорит он. Славные были денечки в конце 20-го века. Тебе этого не понять. Славные денечки, соглашается Коля. Но учти, одеты все-таки неправильно. На ногах должны быть сандалии. А у тебя? А у меня кроссовки. Вот именно. Кроссовок еще не было. Их изобрели в начале 21-го века. И вдруг без перехода. Меня зовут Павел. Развернулся и уехал. Коля ему вслед. А меня Николай. Памятник Пушкину. А значит и Пушкинская площадь возникли перед Колей внезапно. Парк оборвался открытым пространством. Коля, увидев знакомую спину памятника, бросился к нему, как к старому знакомому. Пушкин ничуть не изменился. Та же благородная задумчивость. И такие же, как прежде, цветы у подножия. И что еще удивительнее, перед памятником стояла девица и читала вслух стихи Пушкина. А несколько человек, кто стоя, кто усевшись на газоне, внимательно слушали ее. Коле показалось, что если бы девицу переодеть, не догадаешься, что улетел из своего времени. Хотя он не прав. Если перевести взгляд дальше, на площадь, на улицу Горького, поймешь, что многие дома стали иными, да и сама площадь смотрится иначе. Нет улицы, по которой несутся машины, нет обычной московской толпы. Как-то все свободнее, чище. И вместо машин пузыри, небольшие, круглые, прозрачные, беззвучные шары. Некоторые стоят в ряд вдоль газонов, другие несутся по улице, третий взмывают воздух. Простите, Коле подошел к группе молодых людей, стоявших у мольбертов. Мне нужен третий автобус. Где он? Третий? А тебе куда? Спросил художник. До проспекта Мира, оттуда к космодрому. Гурген, где третий автобус? Туда иди, отвечает Гурген. Никто не обращал внимания, как одет Коле. Все они доброжелательны, но заняты своими делами. Коле хочется как-то показать свою исключительность. Он понимает, надо молчать, но не удерживается. В мое время не хуже писали, говорит он художнику. Твое время, это когда? Художник несколько обижен. Ты современник Леонардо да Винчи? Нет, скромно говорит Коле. Я современник Гагарина. Ты хорошо сохранился. Не верите, не надо. Коле пошел, куда ему показали художники. Но внезапно увидел на газоне тумбочки. Он уже знал, что это за тумбочки. И соблазн поесть мороженого будущего привел его к одной из них. Коле нажал на кнопку, как это делал старик Павел, и из тумбочки выскакивает мороженое. Коле ест. На лице, удовольствие, даже зажмурился. Когда открыл глаза, замер с открытым ртом. К нему шли, и он это понял, настоящие инопланетяне. Один из них был чрезвычайно высок и худ, выше баскетболиста, одет в длинную, до земли тогу, а на голове нечто вроде короны с антеннами. Второй, наоборот, карлик, красного цвета, в чем-то вроде красных латинское. На голове прозрачный шлем, явно не дышит кислородом. Зеленый вынул откуда-то небольшую книжку-разговорник и сказал, есть один вопрос. Спасибо. Надо музей Пушкин. Знаете, пожалуйста. Да, Коля вышел из шока. Вам какой, изобразительных искусств, или которые на Кропоткинской? Зеленый оборачивается к своему спутнику и издает трель. Тот подставляет ухо и, выслушав, щелкает что-то в ответ. Тут Коля замечает, что в руке зеленого букет цветов. Арбат говорит, наконец, зеленый. Дом есть, где он жил маленький. Пожалуйста. Этот еще не открыт, говорит Коля. Снова пришельцы обмениваются странными звуками. Но есть другая информация. Зеленый не согласен.